Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семья на чемоданных. С вами я, Славян. Мы сегодня с вами отправляемся в новый видеоролик, в интересный ролик. Посетим классные местечки. Кое-что купим. В общем, ребятки, ставьте лайки, пишите комментарии, не буду затягивать. Погнали в новый выпуск. Вчера поливал такой сильный дождь. Сегодня, вот видите, распогодилось. Очень тепло на улице. И был такой сильный ветер, что, видите, у нас даже вот эту тяжеленную качель отодвинуло, от стены вот так ее развернуло. И качелька почти упала. Еще по чуть-чуть, и она упала. Все, что висело на вешалке, собирали все по газону, разбросало. Лужи хотя бы ушли, но, опять-таки, пока ходить не совсем комфортно, потому что почва, она мокрая. Ну, то есть, босиком, как я люблю, не походишь. У Темки сейчас заканчивается урок. И после урока мы поедем, съездим в очень интересное место. Чуть попозже покажу. А пока хочу подняться сюда, наверх, на лестницу, посмотреть, как там море. Потому что вчера я поднимался, дождь, и был сильный шторм. И вот там вот волны... Да, Мирошка? Вот там вот волны разбивались вот об эти вот ближайшие скалы. Так было красиво. Я еще думал, может быть, поехать посмотреть. Но был дождь, было, конечно, всем приятно. Туда как бы не подъедешь на машине. Так-то можно было бы с машины просто посмотреть. Что, Мирошка? Стой. Аккуратно, сынок. Пойдем вниз, пойдем. Вниз пойдем, сынок. Тише, тише, тише завалишься так. Пойдем вниз. Эй, пошли вниз, говорю. Пошли. Спускайся. Ну, куда ты пошел-то? Человек учится преодолевать. Ну, пойдем, поднимайся. Ладно, поднимайся. Эй, да. Вот так вот. Почти всю лестницу сам преодолевает. Давай, 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 сынок. Да, видали, какое у меня изменение? Это я сегодня решил, короче, так поражать. Но это не надо, короче, сбривать, потому что это полная жесть. Мне не нравится. Ну, вот так-то лучше. Сейчас в Короне Пэй изменения. Раньше, знаете, как можно было вводить деньги? Ну, понятное дело, через ПТТ, либо через какой-то там обменник. Мы же сделали себе карту турецкого банка Zerat. Кто не видел, посмотрите, сделали. Открыли счет без депозитов, без комиссии, без оплаты. Короче, за 0 рублей. И за буквально 30 минут. Плюс ко всему у нас есть счет в лирах, счет в долларах и в евро. Это тоже на днях себе дополнительно открыл там в приложении. И раньше через Корону Пэй можно было ввести сумму. И когда делаешь перевод, кнопку нажать «Получить» на карту. Вводишь номер карты турецкую и все. Сейчас они прикрыли эту лавочку. Чтобы сделать перевод себе на турецкую карту, нужно зайти с российского номера телефона и перевести себе на карту по ИБАН. То есть выбрать способ получения не наличными, а именно по ИБАН. То есть теперь вот заходим в Корону Пэй. Вот у меня есть пару платежей. Вот я делал перевод. Вот за чистым переквизитом. Видите? Повторить перевод. Сейчас опять переведемся немножко. По курсу сейчас будет переводить, ну почти 3,5. Дальше продолжить. Приходит пушь уведомления. И, 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 и. Ну и, собственно, все. Вот списалось 7000 рублей на наши деньги с картой. Можно делать свифт-перевод через банк себе на турецкую карту. Единственное, что там комиссия от 1000 рублей. Например, 30-ку переводишь – 1000, 20-ку переводишь – 1000, 1000 рублей переводишь – тоже 1000. Через Корону Пэй нет никаких комиссий. Свифт-перевод идет 3 рабочих дня, а Корона Пэй до 48 часов. Ну, чаще всего нам приходит за часов 16 эта сумма. Вот, пожалуйста, деньги отправлены, номер перевод будет подображен в деталях. Вот, видите, до 17 часов. Вот, 2000 лир ушло. Отлично. Учитывая, что в даче почта беспроблемная, всегда есть деньги, нет очередей, то пока мы ждем эти деньги, мы еще забежим на почту и снимем нау. Некоторые смотрят на наш образ жизни и задаются вопросом, а что вы будете делать, когда старший сын пойдет в школу? Учится ли Артемка? Если учится, то где учится? И так далее. И сейчас я вам все расскажу. Для того, чтобы работать, не обязательно ходить на работу. Для того, чтобы учиться, не обязательно ходить в школу. Все можно делать онлайн. Это удобно и дает огромное количество возможностей. Мы давно для себя решили, что школа тоже должна быть онлайн. И вот уже прошло почти 4 месяца, как Артемка учится в первом классе в домашней школе Фоксфорд. Все эти 4 месяца мы путешествуем, а Артем продолжает учиться в процессе изучения мира. В домашней школе Фоксфорд можно выбрать подходящие условия занятия. Например, в формате вебинаров или занятия в записи. А еще есть мини-классы до 15 человек. Мы выбрали для себя запись уроков. Проучившись почти 4 месяца, в этом видим огромный плюс. Если Артемка что-то не понимает, мы ставим урок на паузу и начинаем разбираться, что не сделаешь на онлайн занятии, так как есть тайминг. Также многие спрашивают, а как же аттестат? Школа Фоксфорд это полноценная замена государственной школы с дистанционной аттестацией в школах-партнерах и выдачей аттестата государственного образца. И да, здесь учатся детки с 1 по 11 класс, а еще детки, которые хотят подтянуть свои пробелы. Также в школе нам нравится, что Артемка не просто получает школьные знания, а еще и выполняет интерактивные задания на компьютере, что развивает его в компьютерном направлении. Еще в школе есть доп. опции, такие как наставник и классный руководитель, тьютер и психолог. А еще многие говорят про социализацию. Так вот в Фоксфорде вообще все продумали. Во-первых, там есть внеурочные мероприятия, онлайн-клубы и живые встречи. Во-вторых, мы много путешествуем, в процессе встречаем ребят, которые учатся вместе с нами и даже встречаем одноклассников. Неважно, где сейчас учится ваш ребенок или он только собирается, я рекомендую вам попробовать бесплатно позаниматься в школе Фоксфорд 7 дней. По моей ссылочке в описании как раз вам будет доступен такой демо-доступ бесплатно на 7 дней. Ссылка в описании, переходите. Приехали на почту, здесь припарковались, огромная-огромная парковка. Именно, как я подозреваю, именно на этой парковке тогда я пробил колесо саморезом. В общем, мы 2000 лир ждем на карту, а 2000 обналим-наликом. Ну, как говорится, 5 минут и готово, денежки есть, нал есть. Но когда мы переедем, о, подождите, смотрите, какая прикольная тачка стоит, джип, очень старинная. Но когда мы переедем, в общем, в миллионник, то будем пользоваться исключительно картами, потому что стоять по 2-3 часа в очереди в больших городах на почте. Привет, Мирошка! Это, конечно, не вариант. О, Мирошка гуляет, пока меня ждал. Стой, стой, поехали, Мироша, поехали. Поехали гулять. Мы припарковались вот под таким вот молоденьким мандариновым деревом, но на самом деле оно уже дает плоды. Вот, пожалуйста, видите, мандаринка. А здесь еще есть вот дерево мандариновое. И вот еще мандариновое. Есть у качельки, детская площадка. Мы, собственно, встали, а приехали мы гулять в старую часть дачи. Это называется старая дача. Здесь очень красивые постройки, фотолокации. Сделаем фотографии, которые вы уже увидите у Носенки в телеграм-канале. Конечно, на Носенку подписывайтесь и забирайте фоточки. Точнее, смотрите, не, ну, можете забирать. Вот, пожалуйста, есть туалет, например. Вот тоже в таком интересном виде детская площадочка. Вид на постройки дачинские. И вот тут какая-то площадь есть. Ну, наверное, туда нам надо идти. Сейчас дойдем, здесь посмотрим, что есть. Здесь, видимо, синенькое, это фонтанчик, фонтанчики. О, тут что-то разрушили, кстати. Вот какие здесь виллы интересные. Деревянные такие ставни с кирпичами. Со скальными камнями, точнее, выложены. Да, ну вот, пожалуйста, виллы, я говорю, так себе виллы, да? Смотрите, как там они и с басиком, просто это такая именно архитектура. В старинном стиле все сделано, но по факту виллы-то прикольные. Ну вот, видите, пожалуйста, вот так старая дача выглядит. Это ладно, шутка, это просто уже прям такие забытые-забытые постройки, а мы идем куда-то туда. Вроде идем правильно, 600 метров осталось на картах. Будем идти. Будем было и доехать. Можно было бы и доехать. Кактус. Посмотрите, какой интересный дом. Входная группа какая и какие окна. Прикольно, интересно, с какого года постройка. Не знаю, живут-не живут, но надпись продается. Кстати, лик, это значит продается. Как раз на Схибэндоне. О, видите, какой угловой острый угол такой у двора. Да, здесь постройки прям прикольные, очень атмосферные. Еще солнечную погоду, если добавить, то будет вообще клевенько. И все это дело с пальмами, с огромными алоями и мандаринами и апельсинами. Вообще классно. Просто мы вот так идем-идем, всякие такие растения, привычные глазы. И ба-бах, высоченный кипарис. Сто лет уже их не видел. А вот один здесь растет. Ой, все в горку, в горку, в горку нам еще. А вот уже современная такая вилла. Красивая тоже. Вот посмотрите, сколько оливок валяется на земле. Тут растет дерево. Обычно сюда подкладывают всякие... Сетку такую строительную, они все падают, все дело и собирают. Либо какими-то специальными такими... Какими-то клюшками их собирают уже. Жирные такие оливковые кармаса. Мамочка, а ты что-ли съела? Нет, конечно. А что-то не съела? Это же оливки, вы же любите. Подкишки, как будто. Так, оба, погрязи мы, короче, шагаем. Вообще не знаем, куда идти, правильно ли мы идем. Вышли уже вот на такую улицу. У нас же воротинки открыты. Короче, мы в поисках улицы, которая очень-очень красивая. Не, на самом деле, вот они здесь все красивые, эти улочки и проулочки. Да, ну да, тут интересная такая, про старый район, наверное. Но какую нам надо, мы пока не знаем точно. Чисто так по фоткам смотрели, ориентировались. Мы сейчас спустимся сюда, посмотрим. Будем круги, в общем, наматывать. Гляньте, как классно. Да, мне, конечно, очень нравятся здесь вот эти постройки, виллы. Как они располагаются. О, у кого-то ворота вообще упали. И все. О, Настенька пропала. Куда-то Настенька пропала. Мама в кошку превратилась. Мама в кошку превратилась? Вон мой. Ну да. А это как уж то, кошка была. Точно? Прикольно, да? Так, ну ладно, слушайте, пока походим так вот по улочкам. Что, конечно, атмосферно, очень атмосферно. И на полу, вот видите, на земле лежит не асфальт, не брусчатка, а именно вот эти вот скальные камни. Собственно, такими же камнями выкладаны фасады этих всех домов. Я не знаю, возможно, это даже и не фасады, а, собственно, прям все дома. Во, видите, как красиво во дворе. Смотрите, как, конечно, так и провоцирует этот забор скалолазить. Так, куда полезно. Все верно. Так, а там что? А там вот непонятно что. Ну не, будем спускаться. Не, мне кажется, это и есть эта улица. Цветочки вот эти, видите, такие розовенькие, фиолетовенькие. Это все, кстати, гостевые дома. Насен, вот она впереди, улочка эта. Здесь, видимо, мечеть, видите? На башне здесь стоят громкоговорители. Да, конечно, это все здоровская история, что включают на весь город молитвы. Но жить рядом, это, конечно, и че та история. Я помню, в Анталии ходили гулять. Че-то очень поздно вечером, уже было темно, и какая музыка такая. Вот, смотрите, какой прогулок красивый. Кранчики с водой. Так, ну пойдемте дальше. Ну атмосферненько. Ну что тут скажешь? Ну что тут скажешь? Красиво. Во. А тут старый двор, кошка все охраняет. Ага. Так, здесь можно зайти. Видимо, здесь какой-то, типа, кофе, что ли, не знаю. Но это вот какие-то гостевые истории. О, смотрите, туда еще улочка. Вот. Здесь. Вон детская площадка в такой архитектуре. Так, мы шли-шли и попали вот на такие ступенечки. Вообще, архитектура невероятно красивая. Слушайте, прям, прям класс. Здесь вот так вот, видите, можно еще по улочкам ходить, бродить. Не знаю, куда это все приведет. Возможно, на что-то территорию. Ну нет, здесь, видите, все обрубается. Здесь, кстати, да, вот за вот этой аркой, это тоже какая-то улочка. Тоже продолжение. Входы кому-то домой. И можно ходить, бродить. Вот такой зеленый газончик. Ну, ворота такого цвета. Кафе Мур называется. Правда, видимо, сейчас уже не работает. Но, например, идеально вписывается в архитектуру, потому что, видите, вот эти фиолетовые, фиолетовый цвет, сочетание вот с этими фиолетовыми цветочками на дереве. Слушайте, да, конечно, прикольненько. А вот айва валяется, вообще никому не нужная. На полу гниет. Так, тут забор какой-то цветной. Из весел. Такие вот весел. О, с этой стороны указатель тоже из таких табличек сделал. Смотрится. Да. Ну, дом-то для птичек какой сделали, или для белочек. Посмотрите, расписной. Это явно ручная работа, и человек очень постарался. Так, ну что, будем спускаться дальше. О, прикольненько, да? Это что, из глины, наверное? Угу. Сделано. Папа, смотри, страшная простынка. Страшная простынка? Папа, это как у Грэйни. Как у Грэйни? Да. Да, он такой уж носит. Да. Вот сделали из турецкого глаза, смотрите. Налепили. Опа, мирошка. Вот так, что-то историческое, Амрикан. Так, удобно к вам что-то это делать. О, приват. Ну да. Это дом наследства по наследству. Здесь вот, а, это письма, представляете? Специальные, этой пластиковой. Ну что написано, не знаю, но есть уфтографы. И, собственно, вот такая еще есть история, но не сохранила. К сожалению, текста не видно. А вот написано на другом языке. Видимо, здесь кто-то, известный человек жил. Кто точно в курсе, напишите, пожалуйста, в комментариях. Будет интересно узнать. Ну и его домик. А еще, знаете, на что нравится? Здесь вроде есть заборы, но они невысокие. Это, ну, как бы такое, типа, все в доступе. Можно все подглядеть. Глинистые, глиняные вазы. Вот так вот, смотрите. И вот еще какая архитектура. Вау, 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 это колодец. Смотрите, какой. Но он закрыт на замок. Водички не попьешь. Дерево врезалось в забор. Или забор в дерево. Так, вот еще что-то написано. Не знаю. Ну, архитектура мощная. Конечно, да, приехать сюда погулять точно стоит. Вот опять этот человек тоже, да, его фотография. Наверное, вот этот человек. Какой-то музей видит, нарисовано с мороженым нельзя. Сюда. Да, здесь хостелов много. Да, здесь хостелов много. Ой, я думал, это какая-то щель, а это нет. Это... Это зеркало здесь так красиво, кстати, сделали. Вот на что я снимаю. Кто-то спрашивал. Вот видите, GoPro десятка. Опа. О, а это такие почтовые, почтовые ящики возле дома, видите? Прикольно очень. Так. Опа. Ой, как красиво, как красиво, как красиво. Так, Настенка тут говорит, давай наверх пойдем. Здесь вот вообще, видите, не сезон, все закрыто, ничего не работает. А в сезон, мне кажется, здесь все кишит туристами. Винцо, пожалуйста. О, кстати, это свинодельня. Здесь в даче, кстати, есть свинодельня, да. Тоже мы, кстати, ее до сих пор не посетили. Ну и что? Охраняет, видишь, здесь? Пастри энд кафе. То есть вот, это все кафешечки, кафешечки. Еда, кафе. Да, кошек огромное количество. Так, во. Да, ну, вроде к ним может пройти мимо кошек спокойно. Зачем действительно это надо? И собаку славит кафешки. I love you, дача. Надпись, это все кафешки, но они пока закрыты. Но это и есть, на самом деле, тоже кайф, потому что ты ходишь, вот никого нет. Нам сейчас встретились первые туристы, это турки. Приехали, видимо, поглазеть. Да, улицы. Это тоже кафе, видите? Огромное количество кафе. Ну, очень красиво, правда, табличка продается. Не знаю. Чет не пошло. Ну, а здесь вот, типа, окна, но это не окна. Это зеркала. Вот так вот, можно подойти на себя, посмотреть. Вау. Ставьте лайк обязательно. Так, двигаемся дальше. И вот такие вот, красивенькие они. А вот, кстати, здесь меню, видимо, с того, ну, с лета, да, получается, осталось. Манти 75. Так, не знаю, я на самом деле здесь вообще ничего не понимаю. Так, раки, раки, здесь написано, что здесь раки написано. Ага, вот еще улочки уходят туда. Вот, там находится пидешное, вот судя по указателю, но ничего не работает. А вот магазинчик. Всякие сувениры продают. Красивые. Вот, например, бусы, да, 150 лир. Не мать, Артем, не мешайте. Вот такие бусы, 150. Почему-то написано, что фотографировать запрещено. Но мы не фотографируем, мы снимаем. О, домик отреставрировали. Да, по этим улочкам еще умудряются ездить машины. Да еще и с грузом, да еще и с длинномером. Да, не знаю, как он будет проходить. Забавно. Но одно все равно чуть не зацепил здание. Решил поехать прямо. А мы спускаемся. И вот еще одно заведение. Не знаю, может здесь козье молоко наливают. Но вообще по бутылкам вино. Так. Фода. Все кафешки, кафешки. О, кстати, а вон там вообще кафе, походу, работает даже. Цен нет. Вот только в одном мы увидели цену. Вот везде вино, 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 вино. Вот такая красивая декорация. Да. Вот, пожалуйста, бар, но закрыт. Слушай, ну здесь очень клевое заведение. Вену Локал Пап. Пап, здесь что, пиво наливают? Не знаю. Здесь есть такая вот площадь. Небольшая, но опять-таки, да, вот все уже закрыто. Красивый столик вокруг дерева. Очень здорово. Вот здесь вино, коктейли, нам не подходит. Да, нам не подходит. Мама, у меня подходит коктейль. А я так тоже хочу. Вот, сквозь на второй этаж. Я не хочу. Вообще, прямо вот здесь вот есть парковка, на которую можно было вот так вот подъехать с таким видами, видите? Оставить машину, ветряки и, собственно, начать путешествовать по старой даче. Мы вообще припарковались непонятно где, куда от нас странно привел навигатор. Вообще, вот даже, пожалуйста, есть автобусная остановка. А можно на автобусе, а здесь остановка для таксишек. Еще нашли здесь вот такую мельницу, смотрите. Ха-ха, прикольно. Это вот такая вот, как мы и были. Заходили, как-то выпуски показывали, но это миниатюрная. Копия. Что внутри? Ничего. Я на самом деле не знаю, когда они закрылись, но прикол в том, что... Там еще и дали. Смотрите, видите, в холодильниках лежит еда. Если они будут открываться только весной, представляю, сколько там будет плесени и тараканов. Бля, ужас. Так-с. Со мной стал ездить Мирошка. Да? Я, Мирошка? Сам бросится к папе, говорит, папа с тобой хочу. А мальчишки теперь ездят сзади. Ладно, погнали еще в одно очень крутое место. Такой вот здоровенный пес нас встречает. Нет у меня еды. Или ты под вином уже? А? Собака. Смотрите, здесь такая парковка. Сейчас очень-очень свободная. Виноградные, плантации, все как мы любим. Башни, ветряки тоже их показывали. Как раз про них я и говорил, это современные уже ветряки. А приехали мы, вот, пожалуйста, дача. Так, короче, винодельня, дача. А так, надеюсь, работает. Сейчас пойдем смотреть. Винный бар. Здесь что такое? Ресепшн, видимо, какой-то есть отель, офис. Ну, парковка, понятно. И сами плантации. Сейчас пойдем посмотрим, что, откуда и где. Не, ну, вроде это... Говорили, что работает. Знаете, как это прикольно. Зачем? А, ну вот, здесь, в общем, есть, типа, ресторанчик такой. Есть столики. И, собственно, это все происходит вот с таким вот красивым видом. Ага. Вот, да, Чубак. Что-то там дальше, не знаю. Какой-то туннель. Ну, можно, на самом деле, пройтись и прогуляться. Что, пойдемте повыше? Так, мы заходим вовнутрь. Здесь, вон, вино всякое продается. О, куча вывесок. Во, елка, пожалуйста, пацаны. Она мне говорят, что без елки останется. А? А, ну вот она. Это... А, это бутылка. Это оливковое масло здесь, можешь, кстати, купить, смотри. Ну да. Слушайте, а вот мы прям попали просто в какой-то нереальнейший дом вина. А, вау. Вау. Сюда просто одеться большие семьи и... Ну да, не, здесь присутствовать. Знаешь, дегустационный банкет, видимо, проходит. Да, слушайте. Очень здорово. Вот всякие вины, это дача, прям дача, дача. Слушайте, ну здорово, я бы взял бутылочку вина попробовать, конечно. Это, видимо, вот основатель или кто. Вот где мы гуляли по старой даче, и вот они разложены вот так вот бутылки. Тема и Родя. Темик Родя? Да. А, вот есть красное, например, вино. Розовое. А, розовое, да, точно. Красное, это, понятное дело, есть. Еще есть вот таких тубусов, ну типа подарочные, подарочные упаковки. Смотрите, как смотрится. Это, ну, тубусы, подарки, типа в вино положили, подарки взял. Я тебе, бабочка, хочу показать, что она. Смотри, папа, иди на бочку понюхай, как представители у меня делают вино, понюхай. А, давай, она пустая? Это мы так в сухой делали. Да. Ну-ка, нюхай первый. Нюхай. Да, я, потом я, в очереди. Паша, вино? Да, сладко. Да, фу-то. Ну, вином прям пахнет, да, конечно. Понюхай, дождай меня, урок. Я сейчас так делаю, на какой запах это вино. В общем, мы все тестируем. Ну, здорово. Пойдем выпрекать. Так, выбрала вот такую штучку. Мне даже дают тестить. Настен, будешь тестить? Ну, дай попробовать. Ну, попробуй, что-то, в самом деле. Только цвет не очень. А почему я попробую? Не очень? Запах не очень? А я могу попробовать? Ну, нет, конечно. Да, хорошая, вкусная. Так. Ну, блин. Хорошее вино. Вот то, что ты покупал в магазине, офигенное. Блин, ну дай мне. Какой дай тебе? Падай, давайте понюхаем. Возьмем эту бутылку, да. Так, мы, в общем, отдаем. 230 лир стоит бутылка, но оно очень вкусно, сухое и прям вкусное. Папа, там можно брать или я это меню? Красивый-красивый пакетик. Папа, ты меню или я это можно брать? На самом деле можно было попробовать там все вина, которые предлагаются, и набухаться. Но, учитывая, что нет, я за рулем, я просто взял вот это, потому что я его уже видел на вывесках, и прям оно очень вкусное. Оно прям вкусное. Ну что, мы поднимаемся на террасу, к сожалению, пришлось взять Мирошку, и просто посмотрите, какие аж дух захватывает. Вы только гляньте, что творится вокруг. Такая палетная, очень интересная мебель, столики. Вот так вот садишься просто, видимо, что-то себе заказываешь, и сидишь, наслаждаешься вином. Могейское море, пожалуйста, горы невероятные. Посмотрите, как красиво здесь, ветряки. Да, Мирошка. Чего там, сыночек? К нам подошел чувак, который продавал вино нам, и говорит, что вон туда в туннель можно бесплатно, там, видимо, что-то есть, не знаю. Парни, стойте, парни, стойте. Так, ну что, мы идем в туннель. Будет что видно или не будет, я не знаю. Красиво все так, конечно же, сделано. Так, здесь вообще должен включаться свет, лампочка. Здесь вообще, кстати, они модные. У нас дома такие же. Ух ты, сейчас мы посмотрим. Сейчас включим даже так два фонарика. О, смотрите, не знаю каких годов, но вот это бутылки, это такой погреб. Оно пыльное даже. Вот так вот в ящиках. Так, ну а мы будем двигаться, давайте, дальше. Ух ты, вот это да. Мы были на винодельниках, но чтобы вот так вот ходили и гуляли, такого не было. Вот, свежий, так виноград растет. Да. Давайте, давайте, пойдемте. Да. Я виноград еще на винодельниках, да. Так, плантация, здесь вид видимо на плантацию. Видно виноград. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Вау. Вот это да. Здесь можно погулять. Он сказал, но проблем, типа гуляйте, все что загорожено, загорожено. Туда нельзя. Вот здесь вот, вот здесь вот ресторанчик, собственно, можно сходить. А вот здесь это просто фото зона. Ну виды, виды, виды. Вай-вай-вай, вообще, слушайте. Трактор, вот можно на трактор сесть, сделать уже фотку. Типа я винодел, все дела. Сейчас так и сделаем. Оседлаем трактор. Настена. Стой, 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 Мирошка. Мирошка, стой. Видали просто по полям. По полям. Ай, Мирошка, классно вообще. Мы пока здесь сфотографировались. Здесь очень классная локация. На сценке будут фотки. Мирошка пошел по полям. И просто вделал все свои кроссовки. Мирон, как мы с тобой будем заходить? Не знаешь? Видишь, какой ты молодец, а? Ой-ой-ой. Да, прикольно. Вот такая винодельная. Здесь, кстати, еще есть бассейн. Вот, смотрите. Я, правда, не знаю, как здесь отдыхают. Сейчас мы посмотрим. Здесь вообще рекламка. Здесь можно вот так вот взять, приехать, отдохнуть. Здесь, пожалуйста, ресепшн, домики. Смотрите, каким видом можно шикарнейшим поплавать. Представляете? Это вам не хухры-мухры. Вон еще какие виды. Да. Как я понял, вот это вот, это номера. Это типа такие вилы, отельчик. Здесь у нас какой-то ресторанчик. А сверху, вот тут вот, здесь стоят бассейны. Это я увидел в книжечке, которую мы взяли. То есть здесь можно забронировать номер. Сейчас попробуем подняться сюда, посмотрим. Я вообще предлагаю этой винодельне нас сюда пригласить. Мы здесь отдохнем денечек и заодно продемонстрируем. Так, винодельня, срочно пишите нам. Вот он спуск. Это первый бассейн, который я показывал чуть ранее. Смотрите. Ууу, как здесь красиво. Видите? Вот, пожалуйста. Вот можно арендовать. Сюда же приехать. Парковочка есть. И провести очень круто время. 100% время проведете. Ну, очень круто. Так. А здесь у нас? А здесь у нас? А здесь у нас? А, ну вот, видите? Надала Румс. 6, 7. Это вот внизу. 1, 2, 3, 4, 5. Это наверху. Опа. Ага. Ух ты. Да, здесь такой прям газончик. Ммм. Слушайте, ну... Да. Отлично вообще. А, мы так не посмотрим, как там... Тут, получается, заходишь и проходишь уже непосредственно с номера. Ну, ладно. Что ж поделать? Окей. Здесь еще есть качелька. Мирошка села, качается. А мы вот прям поднялись к вот этим лопастям, так называемой, этой мельнице. И, смотрите, это из ткани сделано, представляете? То есть, видимо, они еще... Можно их так распустить, как парус. Артемка, виснуть не надо. Ты что? Я хочу выехать пустить. Выглядит масштабно. И, собственно, вот это вывеска дачи Виенъерт. Надеюсь, я правильно прочитал. Мы приехали в центр города. Хотим купить пиццу. Здесь вроде открылось какое-то заведение, типа итальянская пицца. Ну, посмотрим. Мироша, пошлите. Ой, человек, ни одни игрушки не может пройти мимо. Пошли, говорю, сынок. Пойдем. Вон, собачки греются. Не надо, дай собачек спать. Зашли мы вот здесь, вот Лоя кафе. Там есть пицца у них, да, только ввели. 130 лир средняя цена. Есть за 125 и за 145. Но они маленькие. Вот. Ну и плюс, это не фирменное. Явно, что это будет не итальянская, не из печи. Поэтому лучше пиде. Нам давно советовали это заведение. Но мы когда приходили, оно быстро... Оно было закрыто. Здесь по ценам. Короче, еще нормальные цены на пиде. Надеюсь, они большие. Мы такие голодные. Так давно хотим выпечку. Мы решили взять аж 4 пидешки. Взяли такую. Темочка, отойди. Вот такую, такую и такую. Можно разные будет есть? Да и еще вот эту вот. Можно, можно разные. Поэтому сейчас нам приготовят. Мы ее возьмем, быстренько доедем до дома. Дома у нас двор. Поставим стол, стульчики и покошим. И попьем вина. Наша пицца готова. Точнее, пидешечка. Все, едем домой. Так, мы уже дома. Смотрите, я хочу показать, что пиде не просто ложат пиде, а еще и вот такие вот наборы салатов. Представляете? Вот так вот. Ну и сами пидешечки. Вот так вот выглядят. Красотища, вкуснотища. Ну и все это дело можно шлифануть бокальчиком красного вина. Слушайте, оно реально вкусное. Обычно от сухого красного, которое стрёмненькое. У меня, знаете, такие мурашки прям похожи. А здесь вот оно клевое. В общем, будете в даче, рекомендуем. В магазинах я даческое вино не видел. Вот такой видеоролик у нас сегодня с вами получился. Попутешествовали по нескольким местам. Надеюсь, вам очень он понравился. Пишите комментарии. Я буду с вами прощаться. Увидимся в новом видеоролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...